Анне Стасюк, 21. У девушки первая группа инвалидности. Несмотря на это, она верная жена и любящая мама двоих детей. Анна хорошо работает с компьютером, активно обучается и самообучается. В этом году девушка решила попробовать поступить в университет. Специальность, которая Анне нравится больше всего – журналистика. Девушка уверена, что такая профессия не даст соскучиться. Она подарит новые знакомства и новые увлечения. Однако при поступлении в ВУЗ Анна столкнулась с некоторыми проблемами. Одна из всех препятствий в том, что, как я, допустим, пользуюсь системой Брайля, и я привыкла в основном книжки читать, ну, по Брайле читать, то, как правило, во многих университетах этого нет. И приходится всю информацию либо искать каким-либо образом через интернет, если, конечно, он есть, ну, вообще за большинство, по-моему, либо записываешь уже на диктофон и, опять же, при помощи слуха пользуешься. То есть потом прослушиваешь, конечно, немного сложновато, но... Да, и плюс к тому, не везде есть нормальные условия для того, чтобы человек мог в пространстве нормально сориентироваться, безбарьерная среда, как правило, чтобы не было никаких преград. Желающих, как Анна, получить высшее образование немало. Просто эти люди зачастую сталкиваются с некоторыми барьерами, преодолевать которые кажется крайне тяжело. Проблемы с оборудованием коридоров и аудитории, отсутствие специальной литературы, да и просто непринятие со стороны однокурсников зачастую отпугивает таких абитуриентов. Однако Анна – девушка с характером, а потому вместе с членами областной организации общественного объединения «БелТИС» отправилась лично узнать всю информацию об особенностях поступления на свою специальность. Анализируя ситуацию, современную ситуацию в высших учебных заведениях, в первую очередь в университете имени Пушкина. Мне бы хотелось сказать, что наши ребята, когда мы с ними встречаемся, очень положительно отзываются. Ну, на первых правах всякое бывает, но потом приспосабливаются, приспосабливаются и сами наши ребята, приспосабливаются и к ним студенты. Что касается педагогического состава, то здесь пока слова благодарности мы ничего плохого сказать не можем, в том плане, что всегда с пониманием. В ВУЗе Анну встретили студенты, которые с удовольствием проводили абитуриентку в приемную комиссию, где девушки ответили на все волнующие вопросы. К сожалению, не все инвалиды по зрению настолько позитивно настроены на получение высшего образования. Анастасюк доказала, что она выше своих проблем, что она может учиться и заниматься вместе с обычными студентами. Возможно, пример этой серьезной девушки станет стимулом для того, чтобы не бояться трудностей, а смело шагать вперед к знаниям. Продолжение следует...